В минувшие выходные в Твери состоялся шахматный турнир между школьниками Заволжского района. Среди юных спортсменов были как начинающие игроки, так и разрядники, не первый год занимающиеся шахматами. Основной задачей организаторов турнира было возрождение интереса к этой древней игре. Олега Лебедева все знают как городоначальника, депутата областного парламента, офицера, предпринимателя. Однако, наверное, мало кто знает, что он довольно серьезный гроссмейстер, причем еще со школьных времен. Это умение очень пригодилось ему по жизни. Шахматы мне очень много дали. Это возможность прогнозировать ситуацию, просчитывать ее на десятки ходов, выдержки определенной, усидчивости. Это очень интересный и вид спорта, и игра развивающая, и интеллектуальная игра. Это дает возможность просматривать что-то наперед, смотреть какие-то ходы, варианты рассматривать. Это как входит в привычку. То есть в любую ситуацию ты рассматриваешь, а что может произойти, что может пойти не так. Олег Лебедев вместе со своими коллегами из городской думы Дмитрием Нечаевым и Ильей Холдом выступили в качестве организаторов этого турнира по шахматам. Местом проведения был выбран общественный центр «Дом-36», который открыла Тверская епархия. Огромное спасибо и руководству Тверской области, и владыке митрополиту Англевичу за ту поддержку, которая оказывается сегодня. И в том числе для нашего замечательного здания, которое становится постепенно действительно таким местом, где собираются молодежь, собираются детишки. Главной целью турнира было заявлено именно при общении детей к шахматам. Это очень важно, потому что так получилось, что у нас целое поколение прошло мимо этой древней игры. Приводят детей обучать и спрашиваешь, кто в семье играет в шахматы. Бабушка, дедушка, бабушка, но не папа-мама, которым по 30 лет. Соревнования прошли в форме матча между двумя школами Заволжского района, 17-й и 53-й. Последнюю представляла и Елизавета Нечаева. В своей партии она уступила, однако не особо расстроилась, так как считает, что здесь нет проигравших. Здесь соперник подает себе урок, исходя из которого ты повышаешь свою квалифицированность. Матч в итоге выиграла сборная 17-й физико-математической школы. Теперь у этих ребят впереди борьба за победу в региональном этапе всероссийских соревнований «Белая ладья». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!